Ученица школы номер один города Каспийска Амина Серажудинова стала обладательницей первого места на всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края», который недавно проходил в Москве. За короткий срок девочка собирала всю необходимую информацию и отлично презентовала свою работу. У меня работа была на тему местного самоуправления в республике Дагестан 18 века. Как управляли, как это все осуществлялось, презентацию и саму целую работу мне помогали составлять моя мама, библиотекаря, с которыми я в библиотеку ходила, и мой научный руководитель Елена Викторовна. Педагоги отзываются о Аймине как о прилежной ученице и прекрасной девочке, которая всей душой подходит к любимому делу. По словам учителя истории и общества знания школы номер один города Каспийска Елена Яковенко, они и не думали о первом месте, хотя упорно готовились и хотели забрать награду, но даже не представляли, что это может случиться. В короткие сроки самое главное подготовила такую грандиозную работу, которую похвалили. И даже восхищались не только учащиеся, которые участвовали в этом конкурсе, восхищались даже и руководители научные, которые прослышали и хотели познакомиться с такой необычной, талантливой девочкой. Я была очень восхищена ее работой. Она очень хорошо рассказала нам про местное самоуправление давнего времени ее народа. Это было, правда, очень круто. Ее работа единственная, которая запомнилась мне из всех представленных. Это очень большое соотношение, потому что нас там было 30 человек. Проходил конкурс три дня, и в течение этого времени Амина и другие конкурсанты делились опытом, знакомились и помогали друг другу. Их основной целью было достойно презентовать работу и грамотно раскрыть тему. Самое интересное, то, что всем понравилось, это как проводились голосования, в которых выбирали правящих людей. Оно осуществлялось и анонимным образом, и обычным. Анонимное, ну, обычное действовало так, то, что поднимали, получается, руки за кандидата, и побеждал тот, кто набрал наибольшее количество голосов. Но если случалось так, что количество голосов было равное, пользовались жребием. Это в папаху, в головной убор мужской, клали камешки из глины с именем кандидата. Любовь к истории зародилась у Амины еще в раннем детстве, когда папа принес домой книги об истории Египта. Она погрузилась в изучение параграфов. Я очень хотела бы на учителя работать, учителем работать, но, скорее всего, пойду на юридический. Это тоже связано с историей и обществознанием. И думаю, что я буду помогать людям как-то отстаивать свои права. По словам Амины, она очень благодарна за финансовую помощь председателю собрания депутатов города Каспийска Дувахиду Джаватову и депутату Сухрабу Расулову, а также за поддержку своим родителям и педагогическому составу. Я хочу выразить огромную благодарность директору нашей школы Фериде Гаджихалиловне за поддержку и помощь также своему научному руководителю Яковенко Елене Викторовне за помощь, за поддержку, а также Марине Керимовне, завучу нашей школы. Также хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня, поблагодарить тех, кто поддерживал меня финансово.